Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за тренера FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что ж, друзья, как вы уже поняли, по названию этого ролика сегодня я решил попробовать играть хайлайтами. То есть не так, как мы раньше симулировали матчи, а давайте попробуем хайлайтами. Будем играть ключевые моменты матчей, которые нам будет предоставлять сама игра. Сегодня у нас, в принципе, игры, на которые я рассчитываю взять 9 очков из 9. Это домашняя игра в Кубке Карабао, выездная в АПЛ против Ноттингем Фореста и домашняя против Бормута. То есть, в принципе, очки набирать в этих трех матчах мы должны, ну и желательно, конечно, для меня это 9 очков из 9. Поэтому я бы решил попробовать поиграть именно хайлайтами. Посмотрим, может быть, и эта тема тоже зайдет. Ее я никогда не пробовал, мне интересно, что она из себя представляет. Но вот этот ролик мы попробуем так. Вы напишите свое мнение в комментариях, как оставляем, как раньше мы симулировали матчи, производили замены тактиками, как-то использовали, меняли. Либо будем играть хайлайтами. Посмотрим. Ну что же, первый состав у нас, конечно, уставший. Поэтому в любом случае с Кембриджем я бы выпустил свой второй состав. Итак, у нас, я так понимаю, третий раунд Кубка Карабао. Второй раунд мы прошли, обыграли Акримстон 4-1. Да, и вот теперь третий. Мы играем против Кембриджа. Вроде как нам даже повезло, жеребевка, потому что уже ЭМЮ в третьем раунде играет против Вестхэма. Итак, мы берем второй состав. Немножечко где-нибудь изменим. Ну что же, вот таким составом и выйдем. Выпустил я Кина вместо Коади. И вроде бы на этом все. Ну и поставил только Пифарда вместо Беговича. Поэтому как-то так посмотрим, что из этого выйдет. Если будем там хорошо в счете вести, опять же Бегович выйдет там во втором тайме. Мы посмотрим. Ну что же, играть яркие моменты, играть только атаки? Нет, я не знаю. Кстати, вот форму бы я бы поменял, потому что сейчас я же буду прям играть. Мне, мне кажется, сливаться бы было вот темно-синяя наша такая вот. Поэтому пусть они уже в домашней форме играют. Давайте попробуем. Не только атаки, а именно яркие моменты. Попробуем, почему бы и нет. А состав в наших ранах. Поехали. Так, ну нам показывают, что все, это прям как начало матча. И все, здесь начинается сама игра. Так, и вот у нас уже 12 минут. Эвертон выполняет угловой удар. Нам вот так вот пишет. Ну, кстати, в принципе-то может быть это очень даже и интересно. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Так, Макнейл подает. И отлично. Первый же удар опасный был. Штанг. Так, 32 минуты. Эвертон получает возможность навесить. Так, отлично. Поехали. Здесь у нас Ивоби. Только там навешивать-то на Марсиале было трудно на самом деле. Ну вот, мяч потерян. Так, 49-й Кембридж будет бить штрафной. Здесь уже нам надо отобороняться. Я понял, что такое просто яркие моменты, либо только атаки. Мы, наверное, будем все моменты отыгрывать, то есть и обороняться. Посмотрим. Так, здесь Пикфорд намер-то забирает. Отлично. Так, Эвертон получает возможность навесить. В 75-е минута уже, а счет 0-0 до сих пор. Так, Ивоби. Через Марсиале. Так, ну тут, я так понимаю, без навесов у нас будет. Дэвис. Отлично прошел. Да и пробить можно. Как он сейчас в створ-то просто не попал. 80-е минуты. Эвертон выполняет угловой. Ну что ж, попробуем. Пока что все так быстро и резво происходит. Ивоби. На подаче и в створ. Кстати, пошел Коди. Здесь так решил пробить. Так, подбор за нами. Ивоби. Так, Антони Марсиаль. Макнейл. Отличные позиции. Это вроде как бы есть. Чтобы пробить. Винагре. Для удара. Ну и в створ мы пробили. Так, а замены нам когда-нибудь можно будет делать или нет? Да, замены можно или нет. Кстати, представляете, нам нельзя делать замены. Так, Эмбридж проводит контратаку. Со своей половины поля. 89-я минута. Но отобороняться надо теперь. Так, Брофи. Против него Миколенко. Со своего фланга. Пошел. Так, ну здесь Смит. Спокойненько. Отлично, Гудфри. Ну почти до конца. Почти. Ух, тут Пикфорд уже выручает. Подбор все равно за Кембриджем. Отлично, Анана. И все, вроде справились. Так. И я так понимаю, конец матча. А у нас там либо серия пенальти, либо дополнительное время что-нибудь будет. В принципе, интересно на самом-то деле вот эти хайлайты играть. Быстро, конечно, все это проходит. Вот, событий нет. У них-то замены почему-то прошли. А, и у нас тоже. Они автоматически как-то там прошли. Все, хорошо. Играть, либо рассчитать. Нет, давайте играть. А что там? Серия пенальти. Вот тогда. Ну давайте попробуем. Серия пенальти в этой части FIFA очень интересная. Марсиаль. Отлично. В левую девятку забивает. Первый колл его. Так, ну вот, Пикфорд. Основной вратарь сборной Англии. И вот пропустили. Макнейл. Отлично развел. Эвертон пока что без промаха, слава богу. Главное не сглазить. Второй удар. Пикфорд. Отлично. Здесь мы угадали. Коуди. Коуди бьет. И туда же, куда и Марсиале. В левую девятку. Так, третий удар от Кембриджа. Ну а здесь хотел я на самом деле вправо прыгать. Потом думаю, ладно, давайте в последний момент изменим решение. Так, и в обе. И тоже по девяткам. Четыре удара у Эвертона. Стопроцентная реализация. Сейчас, если Пикфорд тащит, Эвертон проходит дальше. Нет. И все сейчас должен решать Эвертон. Пять из пяти получится или нет. Винагры. Молодой арендованный у нас игрок. Решает ударить. И разводит. И все. Эвертон проходит в четвертый раунд. Кубка Карабао. Но в принципе, знаете, если мы бы играли бы действительно вот этими моментами, было бы интересно. Потому что и матчи намного быстрее мне как-то проходят. И какой-никакой, но геймплей есть в этих роликах. Поэтому я не знаю. Тут действительно все зависит от нас самих, как пелось в знаменитой песне. Вот. Поэтому не знаю. Мне понравилось. Первый матч быстренько так прошел. И интересно. Понятно, что это не тот результат, который я хотел получить. До серии пенальти я не хотел доводить. Но тут действительно сам виноват. Довел до этого. Могли там, скорее всего, забивать. Вот сейчас с Нотингемом и сборным я бы посмотрел на эту игру. Итак, сообщение от помощника тренера. И в обе графика развития. Он там у нас прокачался. Теперь уже 76-й. Давайте посмотрим. Может быть, можно что-то у него там подкорректировать, чтобы быстрее он прокачивался. Так, но у нас пришло соглашение по Гордону. Ну, я пока что жду. То есть, я не буду ничего себе соглашаться. Потому что у нас еще здесь в процессе поводу Макнейла. Поэтому мы будем ждать. Пока что не буду отклонять, не соглашаться. Просто пусть полежит. Если захотят, сами будут отзывать. Итак, ну у нас сейчас игра против Нотингема. Они идут на девятой строчке. Мы на семнадцатой. Три очка всего лишь разницы. Но восемь позиций в турнирной таблице. Это очень, конечно, проблематично. Но посмотрим. У нас три поражения уже на старте в пяти первых матчах. Это очень, конечно, удручающая статистика для нас. Но сейчас мы сыграем именно хайлайтами. Посмотрим. Естественно, будем играть мы первым составом. Другого я как бы и решения здесь не вижу. Но сначала пресс-конференция. Итак, вот единственный минус, который мы только заметили. Это что я лично сам не могу проводить замены. И всякое вот такое. Поэтому они там сами, кстати, проводят. Насчет этого вот не переживаем. Играть только атаки мы не будем. Мне понравилось. И самому там обороняться, если что. Поэтому посмотрим. Поэтому мы играем на выезде. Нотингем Форест против Эвертона. Шестой тур. АПЛ. Поехали. Итак, АПЛ. Нотингем против Эвертона. Ну, поехали. Так, Эвертон. Сольный проход. Двадцать первая минута. Вот это вот замечательно. Тут Кальверт Льюин зарешает или нет сейчас. Надо, конечно, бежать. Кальверт Льюин. Выход один на один. И не забил. И не забил. Кальверт Льюин. Дальше. Есть. Отлично. Не с первой, так со второй попытки. Мы просто из боковой сейчас упустили. Так, а вот теперь Нотингем Форест получает возможность навесить. Так, Деннис. А Вони. А вот это вот опасно. Выходи, Пикфорд. Отлично. Отличное спасение. Слава богу. Так, а вот теперь мы проводим контратаку. Шестидесятая там минута. Пятьдесят девятая. Грей. Так, а он передачу отдал. Я уже за него был готов бежать. Так, Кальверт Льюин на Таунсенда. Аккуратно. Льюин. Грей. С мячом. Так. О, тут еще в пятку так попало неудачно. И все. Мяч потерян. Шестьдесят седьмая минута. Контратаку проводят уже Нотингем. Ну, посмотрим. Они тоже тут от своей половины поля. Поэтому надо постараться. Деннис. Сразу надо пытаться встречать их. Так, ну а здесь спокойно Пикфорд. На мертвый мяч будет забирать. Так, угловой. Семьдесят пятая минута у нас. Замечательно. Вот надо бы теперь постараться навесить. Грей. На ближнюю прям подает. Так, ну здесь главное верх сейчас выиграть. Мяч у нас оставить. Замечательно. Таунсенд. А почему бы и не вторая подача, но... Ух как! И пробить бы хотя бы. Ну, до створа-то удар мы довели. Супер. Здесь верх, конечно, не выиграем. И все. Мяч потерян. Так, возможность навесить у нас восьмидесятая минута. Супер. Так, ну не обязательно же навешивать, правильно? Я же могу и разыгрывать. Так, а вот здесь тоже, да. Здесь тоже все затянул. Сам виноват. И все. Финальный сесток. Минимальная победа Эвертона на выезде. Ну, не знаю. Мне очень нравится вот этот режим, играть хайлайтами. Может быть, действительно, мы так и останемся на этом. Потому что мне легче монтировать. Особо ничего не надо. Вы сами видите все яркие моменты. Ключевые моменты матча. Калютлюин оценка 9,2 за матч. Поэтому супер. Наша вторая победа в АПЛ. Так. Руководство клуба. Отличная работа. Благодарим вас за выполнение одной из задач на этот сезон по повышению популярности марки. Цель получить не менее 43 миллионов фунтов от продажи футболок в этом сезоне достигнута. И это было бы невозможно без вас. Так. Ну, это действительно. А, ну это из-за того, что... Ну, тут популярность марки из-за того, что мы подписали Марсиаля. Но там вряд ли после его игры такой вот. Так. Что у нас тут? Докория. Привет, тренер. У нас в последнее время все здорово. Вы знаете, что мне нравится играть. Так. Он хочет переподписать контракт. Давай посмотрим. У нас на самом деле очень много игроков, у кого заканчиваются контракты. Давайте я со всеми переподпишу сейчас. Ну что же. Отчет перед вами. Продлил я со всеми. Здесь у нас остались только игроки, которые у нас либо в аренде. Либо вот этот вот Уэлч. Которому я... Я всем там решил, короче, понижать зарплаты. Вот. Каким-то если топовым футболистом, то это там на 5 тысяч. Молодым пытался там тоже понизить. И вот этому Уэлчу, у него сейчас зарплата 1200. Я решил ему предложить тысячу. И его агент сказал, что это предложение оскорбительное. И они просто ушли. Это ладно. С Якуповичем мы вообще не продлили контракт. То есть я сначала подумал, когда он не стал с нами продлевать. И думал, что мы его продали. То есть он уйдет от нас зимой. В итоге посмотрел нет. Но в принципе, если не продлим, без разницы. Зато не будем платить ему вот зарплату. Это раз. Поэтому вот. Так. С вот этими ребятами сейчас я вообще не могу продлить контракт. Вот. Которые ушли именно от нас в аренду. Поэтому вот. Как-то так. Итак, Дукуры. Отлично, шеф. Я очень рад, что вы меня цените. И считаете, что я могу быть полезен команде. Спасибо, что нашли время обсудить со мной новый контракт. Сейчас мне очень комфортно в клубе. Итак, у нас проводы, я так понимаю, Макнейл. А куда он собрался, если он до января у нас будет в Эвертоне? Вот. В Милан он перейдет только 1 января. Это очень странно, что он сейчас туда вот. А у нас так типа, ну, вот эта вот катсцена вещь собирает. Правда, очень странно. Могли как минимум не эту катсцену ставить, а ту, когда он, к примеру, там подписывает уже соглашение с Миланом, что уйдет. Но не вот так вот, что он просто покидает базу Эвертона. Так, на 6 месяцев, да, на полгода в Милан. Мне кажется, замечательная сделка. Ну, нам ничего такого не сказали. У нас, говорят, хорошая глубина состава. Так, Макнейл сдан в аренду. Делтон. Возможность смены позиции. Это у нас игрок в Молодежной Академии. Так, сменить позицию. Так, 57-й стал. Теперь он у нас будет ПФАшником. Тоже давайте мы планы развития поменяем. Так, и предложение по Кайлу Джону. Вот, кстати, здесь Лас Пальмас. Интересная команда. Он отклонил предложение вот Спортинга Канзаса. Вот, ну вот, в Лас Пальмас. Давайте мы начнем. Причем с правом выкупа. На полгода сейчас попробуем его отдать и продать. Рыночная стоимость у него, ну, около миллиона. Поэтому там миллион триста мы попробуем с него получить. Так, с правом выкупа, да, мы соглашаемся. На два года хотят. Нет, давайте краткосрочную. Мне кажется, вам будет более-менее выгодно. Так, 60 на 40. В вашу только пользу. Все, они согласны. Ну, и сумма трансфера миллион сто. Они сразу уже предлагают, что давайте вот миллион триста. Но не факт, что они его еще выкупят. Это же не обязательно, да, право выкупа. Или обязательно, не знаю, короче, посмотрим. Ну, как-то так. Так, ну, Макнейл сдан в аренду. Поэтому я уже с Гордоном просто отклоняю предложение тогда Боруссии. И Гордона убираю с трансфера из этой аренды. Все, поэтому Макнейл уйдет. Гордон у нас будет во втором составе. Так, Гордон, хорошо, что вы передумали отдавать меня в аренду тренера. Надеюсь, я получу возможность играть и начну завоевывать место в клубе. Я не хочу прозябать на лавке. Так, игроки отправляются в сборные. Пикфорд и Коади в Англию. Миколенко в Украину. Ну, и нам еще и сборная Норвегии предлагает стать главным тренером. Вот, Холланда могли бы сейчас с Эдегором потренировать. Сообщение от Грея. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Бормута. Ну, я подумаю. Да, мне кажется, он и будет в старте. Гордон тот же не готов. Он только приступил к тренировкам со вторым составом. У него вот еще даже тонус отрицательный. Поэтому как-то так. Сейчас после победы над Ноттингемом мы на 11 месте. Вот у нас 7 очков. Бормут идет на 19. У них 5 очков. Мы играем дома. И вот я не знаю, стоит ли нам рискнуть и выпустить Марсиаля в старте. Вот не знаю. У него вообще моментов-то и не было в игре Кубка Карабао. Он забил после матчевой пенальти. Но больше-то моментов и не было. А вот Кальверт Льюин забил. Поэтому давайте будем от этого отталкиваться. Если у него хорошая форма, будем выпускать его. Поэтому все. Здесь без изменений также у нас будет играть. Если только вот Спенса может быть поставить вместо Жустина. И все. А у Марсиаля, кстати, 81 рейтинг. Может быть, это все-таки сыграет? Мы же по рейтингу тоже должны выставлять. Поэтому давайте выпущем Марсиаля в старте АПЛ. Посмотрим. Играем яркие моменты. Состав в наших экранах. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Эвертон против Бормута. Посмотрим, получится ли у нас сделать сегодня три победы из трех. Как я, в принципе, до записи этого ролика и планировал. Эвертон получает возможность навесить. Замечательно. Уже на восьмой минуте. Сейчас посмотрим, что у нас здесь выйдет. Грей. Ну и сразу же потеря. Серьезно. Но мы зарабатываем штрафной. Замечательно. Сейчас бы еще учиться их подавать. Грей. А, кстати, неплохо. И... Нет. Но удар в створ будет угловой. Но у нас это уже другая ситуация в атаке. Тридцать четвертую минуту. Эвертон атакует. Так, Гуе через Грея. Грей на Антони Марсиаля. Находит пасом Миколенко. Тот неплохо навешивает. И забивает Грей, который меня и попросил его выпустить. Замечательно. Тридцать четвертая минута. Один ноль. Просто вот Грей. Это как будто у нас Ванга в составе. Он знает, когда надо просить. Чтобы мы его выпускали. И он в этом матче обязательно забивает. Так, а у нас контратака. Грей. Через Гуе. Так, ну а здесь не точный пас, конечно. Сильно поверил я в Эвертон. Бормут сольный проход. А вот это вот уже опасно. Так, мы против Соланки сейчас играем. Так, ну спокойно, спокойно. Накрывать же нужно. Не-не-не, ну нет. Такая глупая. Атака и Тавернье забивает. Я не знаю. Ну, давайте Люина выпущу. Марсиаль что-то не забил. Тут я могу вот эти вот замены делать. Так, Эвертон проводит контратаку. Буквально там сразу 70-я минута. Вот это вот просто бред. Там уже мы первые были на этом мече. Так, а вот пошел Марсиаль. Его еще не заменили. Марсиаль может быть забьет сейчас. Антони Марсиаль. Удар и гол. Первый гол Марсиаля за Эвертон. Замечательно. Возможно, это сейчас еще и победный гол будет. Ну, с кик-оффа, возможно, мы там забили с такого. Но без разницы. Бормут атакует, нам говорят. Так что поехали. Они атакуют со своей половины. Поэтому можно еще как-нибудь придумать у них отобрать мяч. Вот, Марсиаль. Первый гол в шести матчах. АПЛ Докуре отобронялся. Отлично. И все, это финальный свисток был. У нас три победы. Причем одна по серии пенальти. Не знаю. Мне нравится, как мы проводим вот эти вот матчи. Не из-за того, что мы начали выигрывать. А просто какой-то вот движ у нас хотя бы происходит. И мы хоть как-то можем влиять. На исход встречи понятно, что это снова вот это вот влияние мое на геймплей. Потому что здесь появился геймплей. То есть, я не знаю. Все решать вам. Пишите в комментариях, стоит ли нам продолжать играть вот так вот. Только вот яркими моментами. Ну вот. Марсиаль оценка 9.3. Лучший игрок. Забил победный гол сегодня. Итак, у нас сообщение от Грея. Я действительно ценю то, что вы прислушиваетесь ко мне и даете играть пока я в форме. Ну, замечательно. Итак, Джон сдан в аренду. Он согласился перейти в Лас Пальмас в аренду. Но с вот возможностью перехода после вот этой аренды к ним. Поэтому тут уже сам будет глупо решать Лас Пальмас соглашаться или нет. И вот снова вот эти вот проводы сейчас будут. Ну, на самом деле глупые какие-то вот эти вот все катсцены. Так, ну вот Кайл Джон сдан в аренду. Лас Пальмас вроде как хорошая. Они вроде во втором испанском дивизионе играют. И у нас хорошая глубина состава. Ну что же, друзья. На этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok